Всем доброго времени суток, уважаемые, а также подписчики и гости моего канала. Ну, речь сегодня пойдет совсем не о том, что вы видите на экране. Это, как бы сказать, мой предыдущий анонс предыдущих видео. А речь пойдет о продолжении серии моих видео по просьбам, скажем так, зрителей канала. Как-то в какое-то время, точно уже не вспомню, но в одном из комментариев я прочитал, что человек написал, говорит, хотел бы увидеть ваш быт на рыбалке, как дальневосточники там готовят себе пищу, кухню, как устраивают свой быт. И одно видео у меня есть, как я там жарю желудочки, там все дела, да. И вот сегодня будет продолжение из этой серии, из нашей кухни. И помимо кухни там будет, как бы, небольшой быт. На чем мы это готовим, как мы это готовим, где мы будем проводить ночлег, да, в условиях дальневосточной тайги. И вот все это будет там показано. Принцип у меня, как бы сказать, последних рыбалок уже пошел такой, что последние рыбалки у меня, вот сразу же, как вам скажу, чтобы было все понятно, они все, как бы, доступны суточно в течение светового дня. В каком плане я это имею в виду, да, то, что последние рыбалки мы возвращаемся всегда к транспортному средству, к машине, да, чтобы в машине заночевать. Это становится в последнее время для нас так удобней. И меньше, как бы, мы запариваемся над всякими разными мелочами. Тем более на большие расстояния меньше везти в багажнике груза. То есть не нужно везти, как бы, там палатки, всякие разные там печурки, печки, обогреватели. Ну, для этих палаток спальники там. Ну, вы понимаете, то есть дополнительную всю вот эту экипировку, да, что нужно для комфортного ночлега, мы ее в последнее время не возим. Хотя она у нас есть, и мы этим, как бы, занимались. Иногда мы, конечно, делаем, как бы сказать, прыжки от машины на более сотни, да, километров вверх по течению. Тогда мы все-таки иногда с собой берем, конечно, палатки и все вот эти причиндалы, там, спутниковые телефоны и GPS и все такое, да. А последние годы мы всегда, как бы, в пределах, уходим это в пределах 50 километров, да, ну, скажем так, от машины, да, вверх по течению. И, в принципе, эти 50 километров мы всегда вечером позволяем себе, ну, как бы, вернуться на базу. Все это, конечно, связано стало из-за того, что взгляды, концепции мои на рыбалку тоже поменялись. Это, как бы сказать, позволило все это делать. Это я перешел на 4-х тактные лодочные моторы и запас топлива, как бы сказать, и расход, вернее, расход топлива и запас нам позволило это делать. И тем самым мы не везем теперь с собой в машине лишние вещи, палатки, шмарки, все это, ну, как бы сказать, потом расставлять, да, ну, все эти некомфортности. И в последнее время мы всегда ночуем в машине, чтобы, вот, как бы, было все понятно. Вот, а в ближайшем видео, как бы, анонсирую эту смазку. Вы у меня уже видели набор Daiva. Теперь я вам постараюсь рассказать вот про такой набор спреев от Shimano. Постараюсь их сравнить между собой, да. Тест-драйв тех и тех я уже устрою, попробовал, да. И теперь, как бы сказать, Shimano WS Daiva, да, то есть против Daiva, как бы сказать. Всем будет, наверное, интересно, да. Да, ну, сразу же заберегу вперед. Скажу честно, что ни один, ни этот набор спреев не нужно рассматривать, как серьезное орудие для полноценного ТО, потому что ни один из этих всех присутствующих баллончиков, он, грубо говоря, целенаправленно не подходит именно для главной пары. Но это все впереди. И вот так же я приобрел вот такой вот случайно совсем, я, кстати, тоже могу проанонсировать, заказывал вот такие вот очки поляризационные. Но очки, видите, не простые, а очки для слабо зрячих, как я, да. То есть те, кто носят очки, да, то есть они поляризационные, видите, откидываются. Здесь просто приходит оправа, линзы нужно вставлять самому, в зависимости у кого, насколько плохо зрение, да. И вот, как бы сказать, вот такие поляризационные накладки. С ними в комплекте три, вернее, вот этот, как бы сказать, четвертая и еще три разных цветов, да. Это тоже анонс, я про это сниму в видео. Цена смешная, 22 доллара. Я это попробовал, уже вставил в линзы, да. И попутно я с этими, такими очками, да, я в этом же магазине приобрел вот такую смазку для катушек Акара, да. Видите, Грис Форла Гирс, а, все понял. Грис Форла Гирс, то есть для передачи, да, как бы, ну, можно перевести смазка для шестеренок. Производство в Германии. Ну, и тут Тринбурденбурденбурда, все написано. Кстати, тоже я его затестил, и вы знаете, я, конечно, офигел. Офигел, что очень классная смазка, ну, как сказать, классная, ничем не уступает. Фирменным смазком она мне весьма понравилась. Но самое, что интересно, такая большая коробочка, видите, и стоит она всего по сегодняшнему курсу доллара 88 рублей. То есть, грубо говоря, это получается в районе доллара с копейками, да. То есть, 88 рублей, достаточно неплохая смазка. Единственное, что, что имеет легкий-легкий такой, ну, запах. Типа, ну, что-то ближе не к машинному, а, ну, такой, если сильно принюхаться, небольшой запах. Ну, в принципе, когда главную пару смажешь, ничего не пахнет. Как бы за 88 рублей ничего. Ну, вот это я сделал такие ближайшие анонсы. Ну, а теперь давайте смотреть про кухню на дальневосточной рыбалке и быть на дальневосточной рыбалке. Все, поехали. Так, сегодня мы с Андрюшкой ночуем здесь. Жарим рыбку. За рыбу сегодня отвечает Андрей. Эх, какого цвета золотого. Андрей, расскажи, пожалуйста, у тебя есть какой-нибудь особый секрет приготовления дальневосточной рыбы. Самое главное, чтобы она свежая была. Только что платья была. Да? Никаких секретов. Самое главное, чтобы была свежая, мука и соль, да? Да. И все. Все очень просто. А то мне тут уже люди на ютубе задают вопрос, говорят, чего, говорит, все-таки рыбу тягаете, тягаете, говорит. Мне интересно, говорит, уже смотреть, как вы ее вываживаете, говорит. Снимите ваш быт. Ну, вот наш быт. Ну, хрустящий, попробуем. Жарим рыбку. Ну, положи сейчас. Здесь у нас сольится икорочка, да? Пятиминутка. Кружечки нам хватит на двоих поесть. Сейчас мы пятиминуточку взболтаем. Сейчас икринки просолятся до конца. Покушаем маленько икры. Маленько рыбки. Ну, а соответственно, поджарим печень, большую печень рыбы. По-дальневосточному, да? Андрюха, ну-ка, скажи, как печень по вкусу? Лучше один раз попробовать, чем сто раз услышать. Понимаешь? Абсолютно верно. Лучше один раз попробовать, чем сто раз услышать. Ну, я скажу проще. Вообще, печень это из рыбы. Жареная печень, это вообще мое любимое лакомство из всего из этого. Даже икру не охота. Только печень. И хочу сказать, под одну большую печень можно выпить очень много-много водки. Давай его по-зажаристе, по-зажаристе, Андрюш. Все такие бледноватые, а эти по-зажаристе, чтобы такое ассорти было. Ты лишний раз много не вращай, но ты вот только это раздамливаешь. Вот все у нас примитивно, просто стол, сумка, посуде. Сможет было салат сделать, да, мы никогда салат не делали на рыбалке. Ну и фрукты почему? А, нет, так что фрукты, их что? Их что, готовить надо, их просто берешь доешь. Да, просто и устали уже немного, так пожаримся. Да, целый день сегодня промотались, как бы сказать. Вот стоит наша машина, какие-то шмотки, чехол от лодки с пакетом валяется, удочки у нас наверху. Вот в этой машине мы сегодня будем ночевать в тайге. Да, вот я сейчас зрителям покажу, она говорит, как вы там ночуете, как живете. Вот сейчас мы посмотрим, как мы будем ночевать. вот, два матраса, два одеяла, две подушки и в полный рост ложимся вдвоем. Вот и все, вполне нам хватает места. Будет холодно, заведем машину, прогреем машину, заглушим. Часа на два, на три хватит. Опять заведем, еще прогреем. Даже если будет минусовая температура, до минус восьми, до минус десяти, то все равно на час хватит прогретой машины. Потом еще заводится. Ну, а когда вообще сильные морозы, то машина вообще всю ночь молотит, не глушится. Вот так мы ночуем. Ни с какими палатками, спальниками мы не заморачиваемся, хотя есть и палатки, и спальники. Да, я скажу, что это пройденный этап. Обычно, если куда-то далеко уходить, подниматься, и чтобы к машине не возвращаться, там уже можно взять и спальники, и палатки. У нас четырехтактный двигатель, очень экономичный. От этого нам позволяют все вот это вот, да, как бы, Андрей, подняться, спуститься, подняться, спуститься, и все. Да. Там расход смешной, там час работы в четыре литра. Сегодня опять на движонка ездила. Да, сегодня мы опять медвежат очень много. Так, и корочка наша уже подходит к тренду. Сейчас она устоится, можно хоть кружку будет переворачивать, и она будет там держаться уже, видите? Переворачивая, она уже держится. Пяти минуточка у нас из ленка, из свеженького, да, леночка поджарили. Сейчас будем готовить печень, да, по-пацанячей. Да, сейчас сковородочку помоем. Так, так, сейчас мы будем готовить в Садрее наше фирменное блюдо, печень, жареная печень из рыбы. Все мы это называем по-дальневосточному. Вот, печень у нас уже засолена, высыпаем сюда муку, все по-простому, перемешиваем. Вот так вот, маловато муки. Давай еще горсточку. Копачки. Так вот, раз, раз, о, какая печень. Давай, давай, доливай еще. Чтобы жарить печень, тут вот масло надо не жалеть. нужно, чтобы печень была типа как картошка фри во фритюре, да? Вот у нас еще молоки, сердце, Андрюха уже уминает икорочку. Ну-ка, скажите, Андрей Николаевич. Больше ничего не хочется. Сейчас что-нибудь предложи. Курицу, наверное, то, что с дому привезли, надо собакам придется отдавать. Так, вот жарится наша печень, масло там побольше у нас добавлено. И обжаривать тебе нужно до такой степени, чтобы сверху можно было по ней прям стучать ложечкой или вилочкой. Сверху будет такая корочка хрустящая, а внутри она будет нежная-нежная, да? Икру мы видим просто тупо ложками. Абсолютно верно. Икра из ленка просто сказка. Одним словом, бомбезна. Сейчас мы попробуем свеженького леночка зажаристого до золотистого цвета. Прям пар идет, открыл. Прям пар изнутри. Бомба. Аж хрустит, Андрюха, как чипс. Ням-ням-ням. Чайнички. Пол чайничка нам хватит да вскипятить. Продуктов два куба тренера затарено, да? На всякий случай. А случаи в тайге бывают всякие. Рыба просто супер. Фиженька. Главный рецепт, как сказал Андрей, рыба должна быть прям свежей, да? Самое главное. Что это нужно? Комментарно. Как чипсик. Просто бомбезна. Косточки выкинем. Придут ночные маленькие хищники и все съедят. Главное, чтобы пряники не съели. Как, чтобы пряники не съели? Главное, чтобы пряники не съели. У нас часто бывает вскрывают куба тренеры и съедается в них все содержимое. Этими хищниками. Так, думаю, наверное, пора мне все-таки, наверное, под такой вкусный нужен накатить 100 грамм. Андрей, мне сегодня компанию не составляет. Я, говорит, с тобой, говорит, не буду. придется мне под икорочку начать с дубочкой. Главное, начать, а конца там еще не едят. Там хватит еще сейчас вам покажу, как правильно сейчас вам покажу секретное блюдо, как правильно закусывается водка по-дальневосточному. Берется свежий черный хлебушек, ложится и порки. примерно вот так вот с горочкой, да? Вот. Берется стопочка тоже хорошо налито опрокидывается. О! И хлебушек с икорочкой пошел в ротик. Вот это я понимаю закуска по-пацанячий. Это у меня друг живет в Ростове-на-Дону. на западе. Он все мечтает ко мне приехать. Рыбки свежие лососевой половить, поесть икорки там. Ну, ты понял, да? Поесть печень там. Он такой говорит, ну, ты, говорит, ко мне там приезжай, я говорю, а что у вас есть? Ну, там свежие фрукты на югах. Я такой, говорю, слышишь, конечно, вдруг это, классно, говорю, у нас тут яблоки китайцы подгонят, но яблоки это, конечно же, не икра. Даже и черешня, и груши это все не то. Ценность калорийная. Она слишком доступна. Для нас, да. А вообще, я говорю, если по пищевой, по калорийной, полезной ценности. Свежие, такие, минутка, с берега. Хотя у нас на Дальнем Востоке и груши вырастают, с кулак, и арбузы растут до 10 килограмм, и дыни растут. Виноград дикий прям в тайге растет. Просто люди, которые живут на Западе, много этого не знают, как бы сказать, что у нас здесь все это растет. И какими-то там овощами и фруктами мы тоже не обделены. И арбузы такие. Арбузы до 10 килограмм у меня на даче растут. Ну, это просто... Когда получилось зачетно. Зачетно, да? Ну, вот такая пятиминутка. Слушай, ну-ка там, наверное, печенюшки. Надо это, перевернуть печенюшку. Вот, бомбезно. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. А сердце тактус. Я даже не знаю, выкладывать, не выкладывать это в YouTube. То есть люди говорят, быт наш снять. В принципе, для нас это как бы, ну, скромно. Нормальный образ жизни. Простая китайская плитка. Простой сломанный китайский стол. Я сейчас даже покажу. Да мы его выкинем. Да. Вот, видите, на палочке держится сломанный. Старая сломанная плитка. Видите. Так, что поменяем? Сломанные стулья. Очень скромный быт, Андрей, да? Я бы сказал, хвастаться и гордиться абсолютно нечем. Да. Андрей, ну ты скажи, какие колбасы? Какая свежая, жареная рыба. Свежая икра и печень. Колбасу, еще там, ветчина, все кусочки. Да, конечно, что все есть. Сало еще пока там мотаешь, еще так. На курии ходишь, там еще в перекуси. А это все обратно везется, выкидывается, собака надоет. Угу. Косты не везет. А, ну, не там, не там. Это вообще в последнее время на рыбу пришел, конкретно. Где? Да ты че, свежая рыба от лососевых пород. Это, блин, классно. Это, конечно, не караси. Хотя, я скажу, раз в год мне и караси нравится. В охлудочке. Сделал? Да. Так, что-то ужалить кусочек. Сейчас надо посмотреть степень приготовления печени. О! Скоро она у нас будет включаться, извините. А че нет. Еще ее потомим. Я думаю, наверное, еще надо ступочку опрокинуть. Ну, прокинуть, конечно. Я не обнял. И наступит сразу же весна. Прилетят голубые сороки. Хе-хе-хе-хе. Не, насчет сорок, это я сейчас, кстати, это. Это не шутка. Здесь на самом полном сервезе есть голубые сороки. Очень красивые. И, кстати, они, по-моему, редкие очень. Я даже не знаю, в Красную книгу не занесены или нет, но очень редкий вид. И живет определенными стаями, группировками. И в определенных только местах. где мы сейчас находимся, в этом месте они вот именно водятся. Сейчас я сделаю себе закуску. Берется лаваш, накладывается в него икра. Большая ложка икры. Все это дело. Ну, что там еще перчик можно еще? Да, как... Не, икра, ты знаешь, она и так нормально. Перчик заворачивается. Видите, вот до такого состояния. Вот. Фирменное дальневосточное блюдо. Поднимается стопа. Да. Опрокидывается и закусывается икрой в лаваше. икрой в лаваше. Это бомба. Вдруг мне тут сам пить не хочешь, меня ацетоном травишь. так вот сюда запечу. Еще мне нужно. Там, да, сцеплено. Там, да, сцеплено. Сцеплено. Ну-ка там. Что там на следующем бочку? Так просто загляни одним глазком. Потом зарумеется, нет? И что переворачивай? Вот это как раз нужная нам кондиция печени поддальневосточной. Смотрите. Видите? Тын-тын. Если даже свешу на камеру. Цук-цук. Цук-цук. Вот. Сверху будет хрустящая корочка, как у чипсов. А внутри будет нежная, нежная. печень. Ему можно хоть прям намазывать на хлебушек, да? Паштет. Ну. Паштет. Ну вот, наша печень с Андреем подходит к завершению. Не, ну наша туа же. Я им ввиду та, которая готовится. Наверное, Андрюш все выключай и пусть она догоняется, да? Она уже доведена до хрустящего состояния. И уже стучит. Сейчас мы поставим чайничек. Вот. Настало время попробовать печень. Тут мы еще открыли ананасовый компот на природе. Мы с Андреем любим ананасика, да? Что-то такого экзотического, да, Андрюш? Как традиция. Традиция. Это у нас уже как традиция. Берется хрустящая печень. Смотрите, какая печень. В виде сердечка, Андрюш. Смотрите. Печень в виде сердечка. Заперченная до хрустящей корочки. Смотрите. Ломаем ее. Смотрите. А внутри ее можно прямо брать и намазывать на хлебушек как паштет. Да, Андрюш? Я не обманываю зрителей. Держи, брат. Ложи, Саша. Уже кофе надо сюда подогреем. Ох. Ммм. Печень хрустит. Ммм. Вообще бомба. Ммм. Так. Ну вот так вот мы проводим свой быт. Готовим кушать. Вот. Всем спасибо уважаемое за внимание. Кому понравилось ставьте палец вверх. Подписывайтесь на мой канал. До свидания. До новых встреч. Обожрался.